Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы знаете, что я имел проблемы с позвоночником в виде грыж, протрузий. Возможно, они и сейчас у меня есть, но я самостоятельно избавился от боли, снова приседаю, тяну за 200 и сделал это сам, без помощи докторов. Доктора три года лечили меня, лечили и не вылечили. Мне становилось все только хуже. Кто не видел, обязательно посмотрите, у меня много видеороликов на эту тему, как я избавился, пошаговые инструкции, что нужно делать и статей. Это есть здесь, на канале YouTube и на моем сайте hmg.ru. Абсолютно в свободном бесплатном доступе. Люди видят мои ролики, находят их на просторах всемирной сети и присылают мне различные приспособления, варианты. Сегодня хочу вас познакомить вот с таким препаратом, который называется Кордус. Я еще его не пробовал, в плане того, что у меня нет постоянного регулярного его применения. Препарат защищен патентом, аппарат точнее. И, как заявляют его создатели, он расслабляет мышцы позвоночника, естественно, поддерживающий позвоночник, восстанавливает межпозвонковые диски. Не знаю, насколько это правда. Вы можете сами это почувствовать. И служит профилактикой коррекции остеохондроза. Как выглядит аппарат? На самом деле, ничего сложного. Вот такая конструкция. Вы видите, он имеет три различные плоскости. С такими выступами. Покажу поближе. Выступы имеют такие шипы. Разной величины, толщины и по количеству разные. Для каждого отдела позвоночника свой выступ. Как им пользоваться, подробно в инструкции, я сейчас вам покажу. Но, как вы уже догадались, нужно уметь грамотно им пользоваться, чтобы не навредить себе. Знать, на какие точки воздействовать. Сами вот эти шипы, я так понимаю, они служат по принципу аппликатора Кузнецова, кто пробовал. И, наверняка, за счет всего этого усиливают трофику крови именно к тем тканям, на которые мы будем воздействовать. Естественно, в том числе и на мышечные. Расстелите коврик, предварительно найдя удобное, ровное, твердое место в вашем спортзале или квартире. И ложитесь удобненько на коврик. Вначале рекомендую сделать несколько упражнений из моей гимнастики. Это поможет расслабить мышцы. Это поможет подготовить позвонки и тело в целом к работе с аппаратом. Очень важно понимать всю суть работы и делать все очень и очень плавно. Для шейного отдела используем грани выступами С. Нужно положить под верхнюю область шейного отдела. Место прикрепления мышц к затылочной кости. Позвоночник расположен между выступами грани С. Это вы сможете найти на рисунке 1 в инструкции, прилагаемой к аппарату. Сконцентрируйтесь на дыхании и полностью расслабьтесь. Необходимо полным весом головы и шеи лечь на аппарат. И находиться в таком положении 2-4 минуты. До исчезновения болезненных ощущений, если они у вас есть. А если они у вас есть, это говорит о спазмировании, о проблемной части шейного отдела. Также можно подкладывать руки под голову, сгибать их, выполнять плавные движения в стороны. Но самое главное стараться при этом быть всегда расслабленными. Ни в коем случае нельзя делать никаких резких движений. Чем лучше вы расслабитесь, тем лучше будет работать аппарат. Тем более качественно он будет снимать спазмированные эффекты. Для грудного отдела устанавливаем кордус выступами грани D над лопатками. Для этого можно положить устройство на коврик и опуститься на него сверху или приподняв плечевой пояс, установить двумя руками на нижний уровень, на нужный уровень. Руки вытянуть за голову или положить под затылок. Под голову можно положить полотенце для смягчения процедуры. Снова необходимо максимально расслабиться, успокоить дыхание. Как только спазмированные мышцы расслабятся, болевые ощущения и дискомфорт уйдут. На каждый сегмент 2-4 минуты. Для усиления эффекта можно выполнять разнообразные движения вытянутыми руками. Будьте, друзья, очень внимательны и осторожны. Когда вы только впервые ознакомливаетесь с данным аппаратом, просто старайтесь максимально четко, точно следовать инструкциям. Желательно, чтобы кто-то наблюдал со стороны за тем, что и как вы делаете. Особенно, правильное ли место используете для того, чтобы опуститься на аппарат. Это очень-очень и важный момент. Не напрягайтесь и старайтесь дышать как можно ровнее. Для снятия спазм и разгрузки поясничного отдела позвоночника мы будем использовать кордус стороной L. На поясничный отдел позвоночника. Возьмите кордус за торцы двумя руками и приподняв таз, установите на уровень верхних поясничных позвонков, чуть выше талии. Опуститесь на аппарат и расслабьтесь. Очень важно, друзья, четко и правильно устанавливать аппарат. Для этого изучите внимательно инструкцию. Инструкция целиком и полностью и очень простым языком рассказывает и показывает в картинках, как и что вам нужно делать для каждого отдельного отдела позвоночника. Извините за тавтологию. Обязательно, друзья, это ваше здоровье. И что самое главное, какой бы отдел мы с вами не пытались проработать для того, чтобы снять спазмы, необходимо расслабляться. Старайтесь ни в коем случае не напрягаться, не делать никаких лишних резких движений. Все это может усугубить проблемы, которые у вас есть. А мы все-таки делаем все для того, чтобы наоборот расслабиться, снять спазмы и чтобы наш позвоночный столб был здоровым. Ну что, друзья, вот я первый раз попробовал. Что могу сказать? Чувствую ощущение, как от хорошего акупунктурного массажа. Как будто кровь, а так и есть, прилила к зонам, на которые мы воздействовали. Я думаю, что в любом случае, если делать все плавно и аккуратно, вы получите положительный эффект. Самое главное, будьте очень внимательны, когда принимаете положение. Не важно, каким отделом позвоночника, лучше, если вам кто-то будет помогать. Потому что сразу, с первого раза, возможно, у вас не получится подставлять, положить данный аппарат под необходимые места. Но в любом случае, он хорошо воздействует. У многих из вас будут болевые ощущения. Но после того, как вы полежите, расслабитесь, ощущения действительно комфортные и приятные. Друзья, кто уже знаком с таким аппаратом, кто пробовал его на себе, обязательно пишите в комментариях. Мне тоже интересно. Я попробую в течение месяца пользоваться им. И, естественно, отпишусь вам. Имеются какие-то изменения в положительную или отрицательную сторону. И вообще расскажу вам, как я на себе это прочувствовал. У меня, в принципе, нет никаких обязательств перед производителями. Они мне не платят. Единственное, обратились ко мне с просьбой показать этот препарат. Прислали мне его бесплатно. Я опробую его на себе. И, естественно, друзья, если он работает, я действительно вам об этом расскажу, стоит ли им пользоваться. Но вы обязательно тоже отпишитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если у вас есть какие-то свои наработки по поводу восстановления, лечения или профилактики межпогранковых грыж и протрузий, обязательно тоже делитесь в комментариях. А еще лучше снимайте видеоролики, присылайте мне их на мою почту и я обязательно выложу их у себя на канале. Потому что такую информацию нельзя скрывать, ее нельзя продавать. Потому что, друзья, здоровье все-таки самая важная составляющая часть нашей жизни, очень важной жизни. И я думаю, что такая помощь в любом виде, она обязательно зачислится вам большим плюсиком в карму. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что присылаете ваши вопросы. Это очень и очень важно. На многие я снимаю вот такие видеообзоры и нам все отвечают в комментариях, если это адекватные вопросы. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях. Ставить лайк или дизлайк, обязательно написать комментарий. Все это помогает, и это лучшая благодарность от вас и мне, и каналу. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы, без травы. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность, тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас, каналу.